...боевой готовности. Вытаскивается все больше и больше определенных фактов из того ящика Пандоры, которые, может быть, вскрыли кое-кто из наших коллег, но факт остается фактом. Вот я всегда говорил, что проявление общественного мнения, которое допускают отдельные персоны на сетевых ресурсах, они носят порой отвратительный характер. И во многих безответственных высказываниях людей дискредитируются не только какие-то должностные лица, дискредитируются не только какие-то действия властей, но и дискредитируется само общество вместе с таким вроде бы прекрасным явлением, как до тех же приемной семьи. Не будь вот такого явления, не будь такого факта, что дети, оставшиеся без попечения родителей, они поступают к прекрасным людям, получают уход, воспитание и становятся полноценными членами общества. Вот эти факты зачем трогать? Это призыв к коллегам, призыв ко всем комментаторам. Ну и давайте мы сегодня попробуем рассмотреть в рабочем порядке, как на самом деле обстоит ситуация в данном среде общества. У нас сегодня в гостях представители приемных семей из двух улусах и представители тех социальных структур, которые напрямую сталкиваются вот с таким явлением, как дети, оставшиеся без попечения родителей. Ну и давайте начну, наверное, с моего хорошего старого друга Александра Григорьевича, который, ну, профессиональный педагог, можно сказать, да? Ну да. Да. Да, давай, вот твоя оценка ситуации. Ну, я вообще на эту тему могу говорить очень долго, потому что такими детьми я занялся с 86-го года. И мне кажется, что одним из пиков нашей работы, и именно тогда, когда я был депутатом МОЛТУМЭН, это был закон о семейном детском доме. И у нас появились первые 8 семей. Кстати, вот Александр Иванович был одной из этих семей. Ольга Михайловна тогда тоже принимала активное участие, вот, когда в раскручивании вот этого, этого закона и вообще всех мероприятий связанных с этими семьями. Но, к сожалению, федералы признали этот закон, не соответствующий федеральному закону. И сейчас случилось так, что приемные семьи, их количество увеличивается, и мы им сказали, что, ну, это мое мнение, дело утопающих, дело рук самих утопающих. Они сами соорганизовались в ассоциации приемных семей. От государства им идут, на мой взгляд, и вот моих коллег, гроши. И здесь при сравнении, я думаю, что директор Максоголовского Василий дополнит, лучше скажет, насколько они меньше получают, да. Вот моя любимая семья Павловых, например, они в общей сложности воспитали и воспитывают 22 ребенка. Сколько получает Оксана? Оксана получает чуть больше 40 тысяч. Она как руководитель? Ну, нет, она как вознаграждение. Александр Иванович получает чуть больше 8 тысяч, и только благодаря тому закону о семейном детском доме. 8 тысяч. 8 тысяч. Это цена того, что семья берет приемных детей. Да, но надо съездить и посмотреть. Я, к сожалению, у Люции не был, но я уверен, что у нее, наверное, так же уютно и хорошо детям, как и у Александра Ивановича. И они это воспитывают ежедневно, ежечасно, ежеминутно этих детей. А помощь это только из-за того, что кто-то есть какой-то хороший спонсор, кто-то, какие-то знакомые, какие-то земляки. Ну, Александр Иванович может рассказать, как он дом свой строил со своими пацанами, какие люди ему помогали. Но это, понимаете, это пример один из тысячи, а это же должна быть система. И поэтому мы посчитали, что просто необходимо менять законы. Потому что, опять же, не в обиду, я вот председатель попечительского совета детского дома «Берегиня», я не в обиду работников детских домов и их существования. Но вот Ольга Михайловна проводила, она тоже, наверное, расскажет, такой мониторинг. И грубо получается, что в детских домах на одного ребенка уходит полтора миллиона содержания. В год. В год. В около двух. Давайте по полтора миллиона этим давать. Ну, или хотя бы по миллиону на каждого ребенка. И при этом еще, ведь дети, которые выходят из приемных семей, я-то знаю всех этих детей, они же выходят подготовленные к жизни. Они умеют за собой ухаживать. Они умеют убираться. Они умеют готовить. У них есть вся ответственность, они не знают, что такое деньги. И дети, которые выходят из детских домов. Они не умеют готовить, они не умеют убираться, они не умеют следить за собой. Им дают квартиры, и они эти квартиры не считают нужным платить за них. У них в основной массе бардак. И у нас есть таких два дома в городе Якутске, о них все знают. Богдана Чижика и Инна Кузьмина. Квартиры дали. Что там творится? Там милиция. Там постоянно социальные службы. Ну, уже что творится. Дети не подготовлены, потому что в детских домах, и Василий может опять рассказать, им не разрешают детей заставлять мыть полы, мыть посуду, пришивать себе пуговицы, убирать снег. Понимаете, вот эти вещи просто не разрешают им прокуратура делать. Товарищи, но при Макаренке-то такого не было. Вот. И вот тут мы и говорим, что... И Василий, он сейчас подробнее, он был на одном тут из семинаров, он остановится конкретней. Надо что-то делать. Надо что-то делать и в детских домах, и они нужны. Ну, может быть, их надо увеличить. Ну, есть такое. Ведь в некоторых селах нашей республики эти детские дома, они градообразующие. Вот, опять же, Олега Михайловна расскажет, когда была. Там 80 человек работает, а детей 13. Понимаете? Ну, конечно, вот 80 семей мы содержим, да. А с другой стороны-то мы, ради чего вообще этот дом создан? Наверное, для того, чтобы этим детям-то помочь, а не этим 80 семям. Наверное, что другое... Вы назвали цифру полтора миллиона, да, на одного ребенка. Людмила, у Вас на текущий момент 8 детей, да? Вы получаете 8 на полтора 10 миллионов в год? Нет, у меня 30 тысяч в месяц. 30 тысяч в месяц? Это вознаграждение. Вознаграждение? Ваше заработать. У нас стажа нету, вот, на старости лет. У нас сдерживает вот пенсию, да, на пенсию. Удерживает же, да, все это вознаграждение. Ну, как заработная плата, она не считается. Мы не можем получить кредит, потому что, как бы мы... Это не зарплата, да? Ну, да, как бы. Не заработная плата, поэтому... Ну, и, если исходить по фактам, как выкручиваетесь? Вот на эти 30 тысяч в месяц 8 детей... Нет, на одного ребенка пособие получаем. В зависимости от возраста ребенка и от пола. Она варьируется от 12 до 20 тысяч. Ну, всего сколько вот этих по факту? Вот речь шла о полтора, полутора миллионах. По факту, вот сколько получается? Ну, в месяц у меня 150 где-то тысяч. 100? 150. Ага, тысяч. Угу. Ну, это на 8 человек. Да. Это на 8 человек. То есть, вот эти же вроде полтора миллиона вырисовываются, да, по факту, но на 8 человек. На 8. Ну, с вознаграждением же. И плюс с вознаграждением, да? Ну, как раз полтора миллиона за все они получают. Денежное вознаграждение на одного родителя. Отец не получил. Александр, про вас вообще сказали, что вы 8 тысяч получаете? Да, это мы создавались как в 2003 году в рамках республиканского законодательского семейный детский дом. Потом мы преобразовались в 2008 году приемные семьи. И как преобразованным семьям, у нас было 8 семей, мне как отцу оставили вознаграждение. Как директору? Как директору, да. Я получаю сегодняшний день 8 тысяч 480 рублей в месяц. И когда все 14 детей все вместе в доме, мне приходится только заниматься детьми, домом, хозяйством. И имею довольствоваться возможностью только в летнее время, когда дети отдыхают в лагерях оздоровительных и так далее и прочее. Я могу себе позволить где-то на стороне подрабатывать случайными заработками. Вот так, и мне приходится только заниматься вот детьми. Вот это факт. А вот здесь с одной стороны вроде бы такая довольно радужная картина о социальном среде всего государства. А по крайней мере, вот нет таких фактов, что Василий Николаевич же говорят, там, не дай бог он там пуговицу себе пришьет, не дай бог там снег с крыши скинет и так далее. Придут опять же надзорные органы. Его закроют, его обвинят бог знает в чем прокуратура. Уже было, по-моему. Да. Да, у Василия Николаевича есть примеры. И то же самое в Берегине. Там приходят, и когда смотрят из прокуратуры какая там библиотека, начинают вот мне такие книги. Понимаете, книги старые, эти книги новые, понимаете, эти книги надо менять. Понимаете, вот состоят какие-то вообще ужасно тепличные условия. Там, чтобы, вот я не знаю, Василий Николаевич, он же, представляете, они не могут даже девочек заставить помыть полы в своей комнате. Ну у вас-то полегче или нет? У нас как в нормальных семьях мы воспитываем, так, таких ограничений нету. Все распределены по домашним обязанностям, да, моют посуду. Нет, но это же не означает то, что это, скажем так, 14 человек, которые... Я вот Александр Груш сказал правильно, что те дети, которые воспитываются в семьях, они более активны в жизни и самостоятельны. Они вот могут как бы сами готовить, они самостоятельны. По исполнению 18 лет мы обязаны должны были их выпроводить, ну как, по закону, да? По трудовому дому. Ну, они пока не получают свое жилье, они воспитываются у нас. Когда они обучаются в высших учебных заведениях, они пока обучаются, может быть, они живут в общежитиях, но в летнее время они проживают у нас, потому что у них некуда идти. Но в детских домах они сопровождаются постинтернатными специальностями. Ну, они воспитываются тоже. Вот приходят тем же вот в детских домах, обратно приходят, ими занимаются воспитатели. До 23 лет. А мы как бы уже выпустились, прекращаются выплаты, а мы за счет других детей, мы должны будем содержать этих детей. У них чисто человеческое, у них продолжается эта семья. Я понимаю, что называется по совести, да? Давай сейчас прервемся на короткую рекламу, и сразу после рекламы мы вернемся. У меня просто ум за разумом немножко заходит, вроде бы обещается одно, а по факту другое. Реклама, и сразу после вернемся. Мы сегодня говорим об обществе, о тех явлениях обществе, которые, ну, по крайней мере, дают надежду на то, что мы все еще человечны. Мы говорим об отношении к детям, которые остались без попечения родителей. Есть государственная система заботы и опеки над такими детьми, да, которая чревата, еще раз, как выяснили, определенными трудностями. То есть руководителям специализированных детских учреждений, таких как Максоголовский детский дом, в котором я бывал. Я, в принципе, видел изнутри ситуацию. Руководитель приходится лавировать между, скажем, чисто человеческой необходимостью воспитать полноценного члена общества и теми требованиями, которые надзорные органы предоставляют. Но хорошо, что по отношению к приемным семьям, которые выполняют те же функции, у нас больше, как говорит Александр Григорьевич, эффективностью, да? Наверное, Василий Николаевич тоже признает, в принципе, что в приемных семьях... Ну да, вот, в принципе, вот, и правильно сказать о том, что наши дети миллиончики, да? У нас, мы работаем по старому нормативу. Это в 2000-х годах, работаем по приказу Министерства образования Российской Федерации. До тех пор у нас никаких регламентических нормативных документов нет. Поэтому мы живем именно по старым штатным единицам, мы живем по старому нормативу. Нам нужен именно конкретный регламент, то есть нормативно-правовых актов. То есть на одного ребенка сколько-то тысяч рублей, на одного воспитанника сколько-то надо. Вот, все должно быть именно по регламенту. А так в том, чтобы штатное число работников переувеличено, там, количество детей переуменьшено. Конечно, мы именно вот с 2010-го, 2009-го года мы работаем именно по устройству детей в семьях. Каждый год Масловский детский дом устраивает в семье более 20 детей. То есть уже половина воспитанников детского дома уходит в семьи. Это кровные семьи, опекунские семьи, приемные семьи. Ну, мы работаем. А также у нас есть и работа вместе, как вот сказал Александр Иванович, да, вот, работая вместе с нашими выпускниками до 23 лет. То есть у нас, типа, ну, есть конкретная работа, чем мы должны заниматься. А то, что вот правильно сказали, о том, что наши дети не социализируются в обществе, это, да, правда, есть такое понятие. У нас запрещает СанПИН, у нас запрещает по 481-м постановлению о том, что дети не должны мыть посуду, не должны участвовать в приготовлении пищи, не должны мыть полы. Конечно, это есть. Это не секрет. Просто надо, как-то надо регулировать и сделать нормальные правовые акты. Нет, Василий Николаевич, ну, субботник-то организовать силы воспитанников можно? Ну, конечно, это организовать мы сможем. Да. Ну, слава богу, что надзорные туда не залезают, да? Ну, за это нас тоже могут подтянуть и дать по башке, конечно, как говорится. Поэтому это просто чисто именно в игровом варианте мы сможем это делать. Василий Николаевич, вопрос такой. Часто ли бывает такое, что именно воспитанники, ну, достигшие, скажем, подросткового возраста и так далее, пишут жалобы? Ну, бывают же такие, достаточно в правовом отношении подготовленные дети. Ну, конечно, сейчас у детей очень много прав, обязанностей очень мало знают наши дети. Поэтому мы стараемся им объяснить их права. Конечно, закон постоянно идет на встречу только, смотрит интересы детей. Это я согласен в том, что они должны защищать интересы детей. Ну, как говорится, к нам попадают дети тоже не от хорошей жизни. Именно они попадают к нам от того, что их родители обманывают их. Они уже знают, что обманывать это очень хорошо, обманывать это легко. Поэтому они стараются иногда сделать такие пути, которые, ну, обманным путем что-то писать, там, всякое разное. Ну, как-то это в рабочем варианте мы можем исправить. То же самое мы объяснить детям, что это за клевету, там, всякое разное, могут они внести какие-то эти... Ответственности. Да, ответственности. Просто этим надо конкретно работать. И надо еще дать в том, что в семье везде показывают, что, ну, ложь – это нехорошо. Сколько сейчас воспитанников? У меня сейчас 36 воспитанников. Вот, буквально на днях уехали трое воспитанников в Хакасию, улетели. Их нашли благодаря программе «Будем все вместе». И там показывали, и в Хакасии, оказывается, там смотрят Ютуб. И в Ютубе посмотрели их родственники, и уже к нам приехали. И буквально за полтора месяца все уже решилось. Они улетели уже. Ульга Михайловна, ну, в отношении вас, вот, как представителя крупнейшего благотворительного фонда, да, одного из крупнейших благотворительных фондов республики, а вам не кажется, что вот по отношению к детям, которые вот попадают в подобного рода учреждения, да, у нас, ну, вот, со стороны надзорных, со стороны педагогов, со стороны, там, общественности даже, да, некая гиперопека? Конечно, кажется. Вообще, мне бы хотелось сказать, что если бы государство более смотрело на эффективность использования своих ресурсов, да, оптимизацию, то надо было пересмотреть в полной мере многие законы. Мы вот таким отношением, каким-то добреньким по отношению к детям-сиротам культивируем иждивенчество в народе. Ведь не секрет, что больше 90% этих детей – это социальные сироты. Дети из неблагополучных семей в основной своей массе попадают в такие учреждения, детские дома. И эти дети имеют очень много льгот и привилегий по отношению к обычным детям, детям из многодетных семей, из малоимущих семей, но воспитывающих в своих кровных семьях. Они получают, самое главное, что вот по достижению совершеннолетия квартиры, жилье свое получают, при этом относясь к нему как к обязанности государства за какие заслуги. Добавить, Мария Михайловна сейчас не скажет, в силу ее отношения, у нас уже есть династии, которые дедушки, родители, уже внуки получают. Получатели. Да, вот воспитывающиеся в детских домах. Да, неблагополучные. И такая ситуация уже становится катастрофической для бюджета не только республики, но и всего государства. Этот закон о предоставлении жилья сиротам был принят очень давно, без расчета, чем это обернется в будущем. И тратить 160 тысяч рублей в месяц, это средняя цифра по республике, в месяц на одного воспитанника детского учреждения, это дорогая цифра. Даже дело не в суммах, а в том, какие выходят выпускники из приемных семей, детей, которые замещающих, можно сказать, мы говорим сейчас о приемных, они воспитываются в обычной семье, то есть они сталкиваются с обычной жизнью, готовы стать взрослыми, полноправными гражданами. У них лучшие успехи в учебе, в достижениях каких-либо, в целом, так вот скажем. И хотелось бы сказать о цифре той, которая существует у нас в республике. У нас в республике примерно 233 семьи на данный момент, это количество может варьироваться каждый день. То создается семья новая или что-то там с ней случается, в которой воспитывается около 650 детей. Вот эта цифра. И другая пропорция. У нас 12 детских учреждений для детей-сирот. Это 8 детских домов, 2 школы-интерната для детей-сирот, 1 детский дом ребенка в городе Якутске и психоневрологический диспансер для детей в Сосновом Бару. В них около 600 детей. И вот эту пропорцию, которая сложилась, запомните эти цифры, мы рассматривали в общественной палате после проведения второго мониторинга детских учреждений. В этих детских учреждениях работает почти тысяча человек, персонала. И вот возьмите цифры, кто воспитывает сколько человек и какие бюджеты приходятся на этих детей, то станет ясно, что государству, как рачительному хозяину, стоит пересмотреть эту политику в сторону более эффективного использования своих средств и качественной подготовки будущих граждан. И это еще воспитательная роль. Ведь не стоит порождать еждевенчество, потому что многие не хотят восстанавливаться в своих родительских правах. Они говорят, зачем мне восстанавливаться в своих родительских правах? Мой ребенок получит все от государства. Я ему такого дать не смогу. У нас люди очень грамотные в этом плане, знать свои права. При этом они всегда выполняют свои обязанности, не знают их и считают ненужным. Это самая главная проблема. Коллеги, давайте я вот вначале упомянул вот это вот очень оголтелое общественное мнение. Опять те же комментаторы, те же диванные вот эти критики и так далее, услышав вот эти цифры, да как так, на одного сироту выделяется полтора миллиона, воруют! Нет, вы знаете, я вот... Нет, ну реально, вот я сижу на месте, а ничего, сегодня полтора миллиона на ребенка получаю. Я поясню эту ситуацию. Ведь полтора миллиона как складывается? Вот бюджет учреждения. В нем около 40 человек детей-воспитанников. Я вот пример привяжу конкретного учреждения, не буду говорить какое, да? Около 40 человек. Бюджет этого учреждения 90 миллионов в год. Из них 70 уходит на зарплату. Но эта же зарплата не просто так вот отдается за то, что просто они существуют, эти сотрудники, да? Штат, директор, пять заместителей, там вообще непонятно какие заместители, очень много. И 20 миллионов не разделится на 40 детей. Эта вся сумма, 90 миллионов, делится на около вот этих 40 детей. Так же нужно, потому что зарплату, ну как мы ее возьмем, за что? Человек же что-то выполняет. Поэтому вот цифра складывается. В среднем 160 тысяч рублей на одного воспитанника детского учреждения. Не то, что тратят именно на него, на одежду, на питание, а в целом бюджеты этих учреждений. Так же, как и вознаграждения. На самом деле, вот есть стереотипы, да? У тех же, опять же, комментаторов, если сирота, если воспитание детского дома, то ходит в рубище, не одет, не обутнет. Картина-то на самом деле абсолютно иная. Вот поверьте мне, я как председатель попечительского совета детского дома, да, уже 10 лет. И даже я когда сравниваю, там, где побывали наши дети из Берегини, наши дети с вами, родные, столько раз не были. Да. И за границей, и море, и Москва, и подарки. Новогодние подарки сейчас детские дома привозят, раньше их не было, а сейчас по три-четыре. Давайте я прерву, опять же, на треклятую рекламу, да, сразу после которой мы вернемся, вернемся к тому же, к теме детей-сирот и воспитывающих их учреждений и семей. Реклама. Мы продолжаем тему разницы воспитанников детских социальных учреждений и детей, которые содержатся в приемных семьях. Мнение наших экспертов, среди которых Ольга Михайловна, Александр Григорьевич, говорит о том, что государству пора более скрупулезно подсчитать те средства, которые он тратит на воспитание, на взращивание полноценных членов общества. И куда более эффективным методом является как раз детские семьи. Есть же такое явление социального волонтерства. Находятся доброходы, которым не важно кому помогать. Это либо животные, которые в питомнике содержатся, бездомные, это либо сироты и так далее. Вот и тащат там. Кому айфон, кому что. Вот Александр Григорьевич говорит, воспитанники детских социальных учреждений живут очень хорошо за счет государства. Да. И сейчас и кормление, и одежду, и обслуживание. Вообще все. Очень многие семьи даже не могут мечтать. Но так и должно же быть на самом деле. Должно быть. Должно быть. Но у них, то, что сказал Ольга Михайловна и Василий Николаевич, иждивенчество. Потому что надо, то, что сказал, разрабатывать регламент. Директора должны знать, сколько тратить на каждого ребенка. Понимаете? Ну опять пример. Это опять не в обиду. Люди хорошо должны получать. Василия Николаевича и в других детских домах воспитатели получают 50 тысяч. Как воспитатель. А Люцей, как мама, даже этого не имеет. У вас есть машина? Вы же детей возите из Намцев. Машина есть, да? Есть, ага. А там компенсируется ГСМ? Нет, такого нет. Какой-то текущий ремонт? Нет, такого нет. Это ваша частная машина, которая вам, как гражданину... Нет, это машину мы получили, когда стали приемной семьей. Это очень хорошая поддержка. Только вот для многодетных, у которых школьного возраста 10 детей, например. Более. И 10 и более. У меня своих... Ну а автобусы же, которые воспитанники детских домов, детских домов, специализированных учреждений пользуются, они, ну, фактически находятся на текущем обслуживании, да? Обслуживаются, да. Нет, ну опять же, нельзя не сказать, конечно же, работники детских домов отдают их сердце и душу и переживают за этих детей. Нет. Конечно же, и они помогают и устраивают в этих семьях. Я для того, чтобы зрители опять подумают, что в детдомах какие-то чудовища работают. Нет, там отличные люди работают. Но суть в другом, что государству пора уже думать не о том, что вот есть эти дома или их нету. Их тоже нельзя все убирать. Есть дети, которых никогда не заберут в семьи, и они должны воспитываться. Но должен быть разумный подход. Сюда и сюда. Санн Григорьевич, соотношение-то, извини меня, вот Ольга Михайловна сказала, 40 воспитанников соединительства, а работников 80. Не, больше? 90. Да, конечно, больше. А можно поинтересоваться в пенитенциарной системе на 40 заключенных сколько? Ой, вот это я не знаю. Хоть я и председатель попечительского совета колонии номер один, но я этого не знаю. А надо задать вопрос. Ну то есть сравнить просто. Ой, да, интересно, да? Я узнаю. Да. Можно я скажу? Ну, те дети, которые воспитываются, ну, дети-сироты, которые воспитываются в приемных семьях, я выделяю два фактора. Ну, в пользу государства. Те дети, которые в приемных семьях воспитываются и выпускаются, те более подготовленные, как ранее говорил, они несут гарантию того, что они создадут свои семьи и не оставят своих детей на произвол судьбы, на попечении государства. Становится полноценно. Да, они как бы уже... У них есть пример семьи. Да, это мы, как приемные родители, пребываем тому, учим тому родительству, которые... У них не было. Мы сами подаем пример, как должна быть, ну, вот семья, какова должна быть. Ну, это мы учим. Они несут гарантию того, что потом не порождать иждивенчество, чтобы разомкнуть вот этот круг иждивенчества, да. Второй фактор, что это... Я думаю, что приемные семьи несут огромную экономию. Допустим, сегодня на одного ребенка приемной семьи от государства обходится где-то от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Вот сравните. Это ты много сказал. Это я много сказал. Плюс туда входит, ну, с учетом того, что вот получает денежное вознаграждение родитель. Это надо разделить десятерым, ну, 14-15 детей. Когда мы работали как семейный детский дом, начинали в рамках республиканского законодательства, мы работали как штатные единицы при управлении образованием города Яковска. Полным пакетом, социальным пакетом. Один раз в два года могли получить проезд, могли сопровождить детей куда-нибудь на отдых за пределы республики. Сегодня у нас такого нет. Не оплачивается на сопровождение. Вот детям оплачивается куда-нибудь выехать на курортные оздоровительные. А сейчас такого нет. Не предусматривается выплата на коммунальные расходы. На сегодняшний день мы очень огромную сумму оплачиваем на газификацию, водоснабжение, электричество тоже. Вот такого у нас нет. Мы сами должны будем как-то... Александр Владимирович, сколько у вас площадь помещения? Жилплощадь 320 квадратных метров сегодня. И на коммунальные сколько уходят? Коммунальные зимой, когда отопительный сезон, у нас где-то около 12-15. Только на отопление и электричество. Плюс еще туда входит... Туда не входит еще водоснабжение, привозная вода. Так, вывоз жидко-бытовых отходов. Утилизация вывоза твердых бытовых отходов таковых тоже. Где-то под 30-ку, наверное, берется, да? Ну, где-то так, ага. По факту? Ну, я вот... Да, около... Судя. Учитывая то, что там 14 детей одновременно находятся, да, ну, в принципе, даже по нормативам достаточно много уходит. Ну, где больше детей, там и погром, а на капитальный ремонт тоже нет. Дом надо содержать как-то в таком... Каждый год надо отремонтировать. Те же обои когда-то переклеивать, красить. Это тоже расходы плюс. Это каждый год надо... На текущий ремонт. ...приводить, да, в порядок дом. Все равно надо отремонтировать, проводить такие мероприятия. Есть добавить? Нет. Вот по стажу трудовому хочется, вот, чтобы восстановилось, вот, этот, вернулось. И... Чтоб на старости лет человеку не говорили, что он не сможет, вот, сейчас бегает же, когда на пенсию выходит. Трудовой стаж там считает же. А у нас такого нету, как мы стали приемные вот родительности. Вот отцу не выплачивается денежное вознаграждение. Многие отцы, родители не получают за такую работу... Ничего. ...ни гроша. Они тоже как... Ну, выполняют такую же... Кто-то работает, а большинство, вот, тоже. У кого-то есть хозяйство, вот, возьмем деревни, у кого приемные семьи, вот, там, очень тяжело. Ну, а... Каждый выкручивается как может. Понятно, что спасение утопающих, получается, дело рук самих утопающих. Конкретизируйте ваше предложение, Александр. Вот я не знаю, Василий Николаевич, вот начни со своей инициативы. Когда он ее озвучивал, я прям... Ну, в принципе, вот, за последние годы, да, в детских домах поступают дети социальные сироты. То есть при живых родителях, при живых бабушках, дедушках и так далее. И они получили, ну, они, у них тоже такой же статус, как и на сирота. То есть они имеют право получить квартиру, имеют право получить бесплатное образование, повышенное стипение и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мое личное предложение, да, именно... Тут уже надо урегулировать, да. И при этом дети, которые находятся в детском доме, не получают алименты. Да. Поэтому чисто мое мнение и мнение моих коллег, чтобы вот тех, которые лишены родителей, да, их именно обязать к исправительной работе до окончания воспитания в детском доме. То есть до течения 18 лет. Уголовно наказуемую статью надо. У нас же есть сейчас закон о ответственном родительстве. Просто надо каким-то этим пунктом, надо вот этот пункт тоже. То есть тех родителей, которые, будучи в здравом уме, в живом деле, и при этом у них, их дети содержатся в социальных учреждениях, тем назначать определенные меры. Алименты. Алименты. Пусть они платят алименты. Вот смотрите, люди разводятся, и отец платит алименты в семью. А эти люди, у них забирают детей, и у папы, и у мамы. И они продолжают жить в свое удовольствие, пропивать, у них никакой ответственности. Поэтому этих людей надо тоже наказывать. Пусть административно, лично я считаю, что вплоть до уголовной, если он скрывается от алиментов, пусть работает, пусть он эти деньги идут этому ребенку. И как раз это вот то, что касается регламента, который нужно разработать. Вот эти наши инициативы, которые мы считаем, надо сейчас осуществлять. Вот выходить с такой инициативой, которую сейчас Василий Николаевич озвучил, то, что он говорил чуть раньше, разрабатывать четкий регламент, тарифы по приемным семьям. И по государственным учреждениям. Сколько на каждого ребенка должно тратиться, сколько должно даваться на его содержание, чтобы не было тех проблем, которые озвучила Люсей Александрович. Следующее, это вернуться опять к закону, который мы отменили о семейных детских домах. На самом деле, я думаю, что это проблема решаемая. Следующее, то, что я думаю, уже не я думаю, а Ольга Михайловна озвучит тоже. Ну, я хочу немножко дополнить, да, какие существуют проблемы и у детских домов. Очень большие. И на это тоже бы хотелось обратить внимание. Мы несколько раз уже это собирались и обсуждали. Вообще, такая практика, что направляют детские дома очень больших детей, подростков, буквально до 17,5 лет. Ну, вот какой абсурд, да? И при этом этот уже взрослый молодой человек или девушка вполне позаботится о себе сами. При этом учреждение еще даже обязано там выплачивать ему выходное пособие какое-то, там устраивать его судьбу дальше. Направляют туда малолетних правонарушителей, которые тоже портят всю ситуацию в детских учреждениях. Они там устанавливаются и порядки. В общем, нарушают дисциплину полностью вот всего коллектива, включая и воспитания. Ольга Михайловна, прошу прощения, его перебивать можно, а у вас как-то затруднительно. Реклама, опять же. Сразу после вернемся и заново начнем вот это вот предложение. Хорошо. Реклама. У нас завершающий блок. Мы остановились. Реклама, вернее, прервала очень, на самом деле, здравое предложение у Ольги Михайловны Андросовой о том, что в социальные учреждения, в детские дома отправляют достаточно великовозрастных детей. Вплоть до 17,5 детей. И правонарушители. И правонарушители. Добьем вот это. И вот эти правонарушители, они отнимают все силы коллектива детского учреждения на то, чтобы направить его в то учреждение, в котором он должен находиться. Это буквально долгий процесс судебный, с судебно-медицинской экспертизой психиатрической и прочими такими делами. Потому что эти дети, конечно, они не психически больные, но ведут себя вообще неадекватно. Доходят до травм преподавателей, даже мужчин, да. Там уже все боятся этих детей. Терроризируют. Ну, это вообще, да. Даже школы страдают от этих детей. И на его защите же все. Вот у них очень много прав у детей. У детей очень много прав. И они это осознают. Они осознают, причем у этих детей есть и мама, папа, бабушки, дедушки с двух сторон. И спокойно все должно государство воспитывать. Судя по логике и тому, что я слышал до этого, штрафы, все прочие издержки и так далее выплачивает опять социальную учреждение. Один директор детского дома. Лично? Лично директор детского дома. То есть за все правонарушения этих детей, которые бегают к своим бабушкам, дедушкам, мамам, папам, бегут, все отвечает за это руководитель. Адентативное поднарушение, да. Да. Это правонарушение. У него сбегают. При этом даже не рассматривается, сколько побегов. Вот один ребенок может совершить и шесть, и сколько там угодно побегов, да, домой. Но хочется ему к родственникам мстить. Это просто абсурдно. При этом, ну, такое. И вот надо в работе с детьми отходить от этой галочной системы. Вот показатели Максоголоха. Вот у них попался один такой правонарушитель, да, который в месяц 20 раз бежал. И он им говорит, что, Василий Николаевич, ты не работаешь, у тебя вот столько побегов. Надо работать. Делает один ребенок. Это никого не интересует. Вот он испортит... У которого бабушка, да? У него и бабушка, и все родители. И тут опять вот этот абсурд. Он платит как родной папа. Он же не платит из денег, бюджета. Он платит из собственной зарплаты. Его штрафуют. А родственники, кровные родственники, родители, за это не несут ответственности. Никакой. То есть ваше предложение переложить руководителей вот на... Нет, не только. Просто правонарушители. Надо спецшколы. Да. Надо подходить к этим вещам. Не надо направлять детей в детский дом. Это не исправительное учреждение. Вот правонарушители просто исключили. Дети, которые оказались в такой ситуации, что они остались без попечения. Ну пусть у него родители даже... То есть должна сделать очень хорошую предварительную оценку соответствующей... Социальные службы, которые склонены к правонарушению. Вот это улица политета, где находится ребенка. Не этой поговорки с глаз долон, из сердца вон, да? Отправили им, что будет, то будет. А именно подходить... И с них тоже надо спрашивать. Почему вы этого ребенка отправляете сюда, а не туда? И давайте тоже... А туда это куда? Альтернатива какая? Ну, опять школа. Потому что... Таких же нет. Это в Якутии нет. Да. В России-то есть. Ну это долгий путь, вот поэтому... Ну, значит, надо создавать, создавать, опять возобновлять эту спецшколу. Она все равно необходима. Эти дети, они есть, будут. Все равно они будут. Давайте я еще коснусь такой вот темы, как... Надо возвращаться. Просто это комплекс целый. Вот неразрывно связано с этой темой приемных родителей, детских домов, работа органов опеки по всей республике. Это очень большая, сложная тема. Специалистов везде не хватает. И не хватает грамотных специалистов. Их вот, как бы, ну, как сказать, ну, руководство этими, контроль над этими специалистами тоже недостаточный. Многие, ну, я знаю пример, как у Люци, которая взяла пять кровных, ну, сиблингов, да. Один ребенок оказался без статуса. То есть, папа неизвестно где. Год пришлось доказывать, что папа уехал в Таджикистан, три года назад умер. То есть, год целый она содержала его, совершенно бесплатно этого ребенка. А эти дети находились в детском доме. И за все это время, это не единичный случай, таких много. Они попадают, вот, да, без... В поисках биологического родителя могут продлиться. Получается, Дмитрий, что то, о том, о чем мы говорим, только в Якутии надо принимать около пяти законов. Очень много, да. А не считая федеральных, которые не касаются уже, ну, субъекта, а которые российские, инициатив тоже около трех серьезных инициатив, которые надо подавать. Вот поэтому, как бы, мы здесь и думаю, что на эту тему надо продолжать дальше говорить. Так вы же в теме, скажем, запуска законодательной инициативы, механизмов... Ну... Которые могут... Тут, понимаете, все-таки нам необходимо общественное мнение. Кроме этого, нам необходимо мнение, чтобы нас услышали депутаты через своих избирателей, через своих родственников, через средства массовой информации. Чтобы это, ну, не тратить лишнее время потом на эти же... Разбирательства. Разбирательства. Убеждения. Убеждения. Мы-то будем работать в рабочей группе очень слаженной, и мы знаем, что мы хотим. Но мы бы не хотели преодолевать те препоны, которые искусственно будут опять строиться. Кому-то лень будет отправить инициативу. Кто-то скажет, зачем мне этот закон, он очень тяжелый, финансово затратный, зачем нам это все пересчитывать, это минэкономики надо, зачем вы нас на это толкаете, зачем мы будем ссориться с Российской Федерацией, куча чего найдется причин. А мы выплескиваем-то с водой кого? Ребенка. А вот о всем, о чем мы говорим, вот всех нас-то объединяет одно. Это судьба обычного, простого ребенка. Воспитывается ли он в детском учреждении, или в приемной семье, или в опекунской семье. Но они должны иметь одинаковый старт. Да. Надо более рачительно относиться к бюджету нашему, к нашим средствам. Ведь те деньги, которые тратятся вот на таких вот детей, ну не все, конечно, там надо подходить индивидуально, да, круглые сирота, которые остались вообще без родителей, совсем без какой-то поддержки. Или вот те, которые вот живут, пивающие, продолжают дальше рожать детей, отказываться от них или у них изымают, да, они все получат жилье, квартиру, да, и при этом у нас не хватает детей на обычных наших детей, на детей Арктики, на наших вот рядовых, вот, которые будущее наше. А какое будущее вот нас вот будет вот ждать, когда мы вот такое иждивенчество породим вокруг себя. Дмитрий, в 90-е годы на одном из телевидений, может быть, оператор Саша тогда был, когда один раз я в эфире сказал, что у нас пришло время добровольной стерилизации некоторых родителей. Меня тогда назвали, что я на уровне фашиста. Ты был тогда? Да. Вот он был. Сказали, что я фашист и предлагаю такие эти идеи. Но меня не услышали. Именно добровольной стерилизации подводить некоторых уже пап и мам, вплоть до того, что давайте платить им деньги, чтобы они больше не рожали ни несчастных, нелюбимых детей. Иждивенцы. Нет, самое страшное, это когда нелюбимый ребенок рожается. Ну и иждивенец. Ну иждивенец. Хорошо, если иждивенец, а если просто его не заберут в детдом. Там же вообще нелюбимый ребенок вырастет. Нелюбимый никому не нужный. Злой, озлобленный, который потом кем станет? Правонарушителем он станет, однозначно. Поэтому не должны рождаться вот эти нелюбимые, нежеланные дети. Но я добавлю еще, что... Я понимаю, что эту тему, она опасная, но ее надо обсуждать. Саня Григорьевич, вокруг жилья, выделяемых детям-сиротам, всегда очень много криминалитета. Помните же, история была с теми квартирами, которые были выделены сиротам. И вот есть поговорка, государство плохой собственник, поэтому избавляется от своих активов. Но государство же заинтересовано в гражданине, который будет исправно платить налоги, брать кредиты, повышать уровень жизни. А не в том, который сидит и говорит, а дайте мне теперь квартиру, а дайте мне теперь пособие, а сделайте мне еще вот так, а вот так красиво. А потому что мне должны. Вот у нас где-то эта цепочка-то оборвалась. Ее надо прерывать. Наоборот, вот эту вот систему... Нет, раньше система в советское время, она же существовала. Потому что вот когда я занимался детскими домами в 86-й год, сейчас этим людям уже некоторым по 50 лет. Они нормально живут, я многих их знаю. Они до сих пор ко мне почему-то, дядя Саша обращается, хотя их старше на 5-7 лет всего лишь. Вот. Но потом вот это мы что-то перемудрили, переделали, когда у нас стали появляться вроде бы все обеспечиваем детей, а при этом вот из них гражданин, гражданин это не получается. Поэтому здесь вот как раз мы считаем, что вот эту систему надо новую сейчас. И тем более, что у нас есть люди, которые готовы нам в этом помогать. И их, слава богу, что они есть. Насколько, вы же руководитель, руководитель в плане того, что он должен разбираться и в экономике, и в определенных срезах финансов там и так далее. Насколько система вот эта эффективнее той, когда вокруг 30 воспитанников детского дома кормится 80 сельских семей, как говорит он. Нет, вот тут я не могу сказать, насколько эффективнее, потому что на самом деле детские дома, они тоже нужны, только потому, что у нас есть дети, которые никто не возьмет. Вот о том, о чем мы говорили. Когда ребенок остается в 12 или в 14 лет один. Или в психоневрологическом диспансере. Или в психоневрологическом диспансере. Или ребенок, рожденный с большими какие-то аномальными от здоровья. И, конечно, их не заберут. Эти детские дома нужны. Но вот эту эффективность каких-то процентных или в разах я не готов отвечать. Я не смогу оценить. Потому что есть и хорошие дети, которые выходят. И из детских дома. Есть хорошие дети, да. Да, конечно, есть. Это никто не будет. Сангриевич, давайте мы разговор продолжим в соцсетях, да, буквально начиная с минуты. Мы передачу записываем во вторник. Утро у нас сейчас 11 часов. И буквально через час мы, наверное, запустим обсуждение. Вот данного очень щекотливого, на самом деле, вопроса, да. Но, тем не менее, вопрос стоит. И вопрос стоит. И все эти аспекты, о которых сегодня говорили, и руководители детского специализированного учреждения, и руководители приемных семей, и представители нашего благотворительного фонда, и профессиональный подросток уже предпенсионного возраста. Почему предпенсионного? Я пенсионер. Пенсионного, да, возраста. Подросток пенсионного возраста. Да, хорошее выражение. О чем мы сегодня говорили, чтобы оно, ну, по крайней мере, еще раз, люди у нас отзывчивые. И я призываю, вот давайте мы сейчас запустим обсуждение, активно участвуйте, и после эфира можете писать. Мы всегда открыты. И Санн Григорьевич, и я, и Ольга Михайловна, все есть в соцсетях. Тема, на самом деле, очень и очень такая. Каких граждан мы должны вырастить при помощи систем опеки воспитания детей, оставшихся без присмотра родителей. Увидимся ровно через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...